всем привет с моей кухни как вы помните я планирую сварить вторую головку чеддер что я сделал вот она у меня такая желтенькая красивенько от прессовалась два дня полтора килограмма выход получился 15 литров молока и я и планирую покрыть воском первую головку я покрывал сальцом салом то есть бандажеры мне делал и убрал ее на созревание на долгие долгие месяцы я надеюсь что дотерплю раньше и не съем а это планирует сейчас покрыть воском пчелином и оставить доставить у меня дозревать до двух месяцев сейчас у нас середина ноября где-то вот на старый новый год мы ее и зарежем покрывать я буду ее пчелином воском воск я купил на озоне вот таких два бруска по 500 грамм килограмм обошелся мне по моему 800 рублей не дешево другой стороны поди-ка ты его сам собери порезал я его на маленькие кусочки чтобы он быстрее у меня топился уже я сделал такую водяную баню кастрюлька маленькая сверху другая кастрюля но все это поставил на плиту сейчас это будет у нас медленно таять накроем крышкой и будем ее потом так сказать ламинировать что ли другой способ еще это есть латекс пищевой я его заказал ну когда придет другие головки покроем латекса будет сравним что лучше воз набегая вперед с латексом работать лучше не нужно водяная баня не нужно греть не нужно обжигать пальцы не нужно отбирать потом парафин по всей плите по всем подносам латекс в этом соображении хоть он еще дороже но с ним работать приятно вода у нас нагрелась закипела и наш воск начал постепенно растапливаться первый раз когда я его использовал я думал покрасить его таким пищевым красителем но обычный такой вот в тесто его можно добавить макарон красный сделать а по факту я накапывал расплавленный воск и его смотрите он у меня осел шариками не стал смешиваться и сейчас у меня он где-то нам на дне болтается периодически он мне про воск я уже покрывал некоторых местах мне там просто красные шарики в общем испортил я воск нагревается у нас температура не знаю какая пирометр нет под рукой сейчас приз можно уже использовать не дожидаться когда у нас он до конца раз растопится нам этого объема должно хватить при работе с вузком я с ним такое правило что нужно выбирать место работы который ты потом ты сможешь оттереть если вы делаете все над плитой лучше все и стелить примеру фольгой я уберу такую решетку который тоже потом можно легко оттереть ну и поднос из фикс прайс который не жалко по крайней мере не серебряный половник что ли возьму с ложкой я в прошлый раз пробовал очень удобно зачерпываю либо ложку на такую изогнутую один и перчатки возьму половник такими перчатки укриловые с этим в комплекте были сыроварные наливаю небольшое количество не конечно такой кустарные на коленке из-за этого у меня будет и слой неравномерный потому что вас очень быстро застывает на готовом продукте это еще один из минусов работы с ним он горячий нужно потом за ним собирать остатки и очень быстро он прилипает нет такого прям маневра ведь уже у меня тут несколько слоев я покрыла всего лишь выйдут упору чашек головку мы сейчас перевернем по-хорошему покрыть нужно слоем в двойным тройным но равномерно мне конечно не получится сделать где-то я перелью где-то я не долью для еще большего контраста чтобы быстрее воск застывал можно головку поместить предварительно в холодильник она мне то что это комнатная температура она не успела очень охладиться охладите это плюс 5 градусов течение пару часов а потом уже заниматься покрыванием воском на этом контрасте вот будет остывать еще быстрее потому сейчас видите два слоя мы покрыли а третий слой еще он такой тепленький дает возможность немножко кто тут размазать навести красоту с торцов не сложно сделать вернее вот здесь вот некрасиво у нас с передней и задней части важнее навести красоту по торцу потому что у нас воск будет стекать и нам надо как-то его фиксировать такую красоту мы наводим не бойтесь лишнего положить лишнего не будет только кстати потом воск можно использовать повторно после того как вы вскрыли головку нарезали и на части поделили по родственникам ну вскрыли после созревания к примеру вот эту головку я хочу заложить на хранение на два месяца через два месяца старого нового года я вскрываю очищаю от воска и этот воск обратно перетапливаю пойдет у меня обратно в работу таким то образом не хитро часть воска у нас стекает через решетку на поднос мы также его потом это примерно как шоколаде и там тоже решеточка поливают они жидким шоколадом все остатки они потом опять в работу идут примерно на полутора килограммовую головку который сейчас у меня по моим подсчетам уйдет где-то грамм 250 300 если по-хорошему запаковать три слоя где-то грамм 300 воск уйдет ну тут стоит по правде больше часть сейчас у меня оседает на дно этого через решетку на на поднос и сказать сколько сколько и возможно меньше сейчас собрать остатки взвесить пока у меня не очень красивый получается не кругленький пока вас теплый можно еще руками это работали бы каким-то шпателем его размазать в принципе у меня эстетика особо не нужна вот такой узор получился как тортик не особенность этих не нужно мне главное чтобы воск выполнил защитную функцию это защита от кислорода чтобы минимум у нас там было басинтезо творные бактерии которые могут размножаться на нашей питательной среде сейчас я доведу конечно до большей красоты для идеала мне тоже в чашке воск уже кончился практически вот таким шпателем хорошо он собирается пока он чуть тепленький и практически следов у нас на нашем подносе не оставил головочку у нас получилось нашего чедра убираем ее в камеру созревания и через два месяца будем пробовать надо показывать как все это было что это было Продолжение следует...